Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис. Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Титон. Титон Титон упоминается в Одиссее как один из вазыгненных Эос, утренней зари. В поздних легендах он ассирийский брат по матери Приама, троянский отец Мемнона. Эос просила Зевса дать ему бессмерть, но забыла попросить о речной юности для него, и Титон начал стареть, становиться беспомощным, и когда она устала ухаживать за ним, то превратила его в цикаду и посадила в клетку. Эта печальная легенда использовалась как иллюстрация истины, что нет ничего благополучного во всех отношениях. В ранней поэме Теннисона Титон герой сокрушается о своей жестокости в судьбе, моля о смерти, медленно угасая из-за своего жестокого бессмерти. Из Википедии. По просьбе Эос, Зевс даровал Титону долгую жизнь, но Эос забыл упомянуть о вечной молодости, и Титон стал бессмертным стариком, по другому варианту превратился в цикаду. Сморщившись от старости, однажды солнце не могло взойти, и этот видимый бог, которому поклоняются многие, чтобы идти перед ним, не мог найти зари. Ее искали повсюду и у постели старого Титона, в лесах Кефала, во дворце Мемнона, и не найдя этой прекрасной зари, она не могла взойти, к сожалению. День до полудня прошел без света. Это писал Аполлодор. Его похитила Эос и перенесла в Эфиопию, где родила сыновей и Мафиона, и Мемнона. Либо он отправился в поход в восточные земли Азии и дошел до Эфиопии, где Эос родила от него Мемнона. Основал Сус. Акрополь Сус назывался Мемнон. Вот так вкратце о Тифоне, в греческой мифологии сын троянского царя Лабидонта Истрима, отец Мемнона. Пока-пока, до свидания.